Думаю, уже можно спокойно сказать, что сегодня санитайзер можно найти где угодно. Каким образом это относится к секретам стиля? Это можно использовать, чтобы избавиться от пятен. Серьезно, высокое содержание алкоголя позволяет нейтрализовать пятно. Это дает вам больше времени, чтобы добежать до воды. Будь это чернила, кровь или кофе. Если у вас под рукой санитайзер, то вы в деле. Далее в списке научиться завязывать шарф забавным и креативным способом. В реальности, парни завязывают шарф всегда одними и тем же способом. Перекручивают его вокруг шеи. Да, он справляется со своей работой, но на самом деле можно лучше. Например, французский узел. Он очень простой и красивый. Если у вас длинный шарф, то он прекрасно подойдет, к тому же он хорошо защищает шею. Далее идет 4 в 1 и не стоит путать его с узлом для галстука. Это абсолютно разные узлы. Это уникальный способ завязывать шарф. Сначала придется попрактиковаться, но как только вы научитесь, то сможете завязывать шарф очень красивым способом. Но если вам хочется чего-то поистине уникального, то предлагаю посмотреть на обратную драпировку. Мне кажется, что если вы завяжете шарф таким способом, то вы будете единственным, кто так сделает. Во-первых, он идет вокруг шеи, так что будет тепло. Он подойдет для длинного шарфа или шарфа средней длины. Следующий совет прямо от ниндзя для тех, кто хочет выглядеть повыше. Подбирайте ремень под цвет брюк. Давайте поясню. Не стоит подбирать прямо один в один. Просто надо, чтобы не было сильного контраста между ремнем и брюками. О чем же я все-таки говорю? К чему это все относится? Господа, речь идет о пропорциях. Мы увеличиваем визуально длину ног. Это делает так, что вы выглядите выше. Часто вы так могли делать, даже не думая об этом. Вы просто надевали темные джинсы и темный ремень. А если вам нравится ходить в светлых штанах, то в таком случае вам понадобится ремень светлого оттенка. Далее давайте поговорим о бритье. И нет, я сейчас не о вашем лице. У меня в руках машинка, которой я брию свитер. Знакомо это ощущение, когда ты достаешь с полки свитер, а на нем катышки. Хотите, чтобы свитер выглядел как новый? Тогда вам потребуется такой вот шейфер. Но не у каждого он есть. Поэтому вы можете взять самую простую одноразовую бритву, желательно которой еще не пользовались, и вы просто начинаете брить свой свитер. Такая простая бритва отлично справляется с катышками на свитере. Главное, чтобы она была новой. Ну, раз у меня в руках оказалась бритва, давайте скажу и парочку советов по бритью. Если у вас нет крема для бритья, тогда пойдите на кухню и возьмите растительное масло. Лучше оливковое. Не стоит пользоваться им снова и снова, потому что может возникнуть раздражение. В общем, нанесите масло на лицо и можете бриться. Ну, а как же все-таки избавиться от раздражения? Я вижу, как мужчины постоянно делают эти ошибки. У них нет техники. Когда они бреются, то они делают вот такие большие движения. Не делайте так. Когда бреетесь, делайте маленькие движения. Не надо водить дважды на одном и том же месте. Если надо еще раз пройтись, то нанесите снова крем. Суть в том, что не стоит дважды брить одно и то же место. Потому что оно уже смазано защитным слоем. Именно из-за этого кожа страдает. И если вы еще делаете такие размашистые движения, то у вас теряется контроль. Так что да, делайте маленькие движения и не брейте места, на которых уже нет крема. Примерно каждый месяц я получаю вопросы типа «Антонио, как ты хранишь свои карманные платки? Я знаю, что у тебя их много». И это правда. У меня также есть много пиджаков. Вот мой секрет, как я храню свои платки. В каждый карман я кладу по платку и оставляю его там. Потому что, когда я беру пиджак, он уже там. Я смотрю, и если мне нравится, то я оставляю его. У меня много разных платков. Я смотрю за тем, чтобы они сочетались с моими рубашками и нарядами. Я упрощаю себе жизнь и стараюсь сделать так, чтобы все уже было готово к использованию. Следующий совет, чтобы выглядеть хорошо, протирайте ваши туфли сразу, как разулись. Серьезно. Это занимает всего пару минут. Ну, мне нравится уделять 10-15 минут, чтобы навести блеск. Честно. Я отец четырех детей, у меня все практично. Я знаю на 100%, если я положу их в шкаф без того, чтобы почистить, я забуду об этом. Поэтому да, я всегда навожу лоск. У меня это занимает 50 секунд на одну туфлю. Бум, все готово. Я убираю их в шкаф. У вас нет времени гладить рубашку? Тогда, парни, надевайте пиджак. Когда вы надеваете пиджак, то никто не увидит, что ваша рубашка не наглаженная. Серьезно, разве что воротник. Поэтому убедитесь, что вы выглядите хорошо. Пуговицы, манжеты. Кстати, господа, это не обязательно должен быть пиджак. Это может быть любая куртка. Кстати, напоминание, что пиджак или куртка, которая по размеру делает мужчину привлекательнее. Она увеличивает плечи, делает акцент на руках и делает вас более стройным. Когда выбираете одежду, есть один совет, как подобрать цвет, который вам подойдет. Смотрите на цвет ваших глаз. У меня карие глаза, поэтому я выбрал себе темно-коричневую куртку. У кого голубые глаза, тому повезло. Вы можете сочетать синие вещи. Будь это светло-синие или темно-синие. Вы можете использовать эти оттенки. Это может быть платок или рубашка. Люди заметят. Когда они будут смотреть вам в глаза, то синяя рубашка выделит их. Например, такая куртка придает мне более темный, загадочный вид. Люди делали мне комплименты. Поэтому найдите то, что сочетается с вашими глазами и используйте это. Следующий способ быть более стильным, это использовать casual галстук. Вот, например, вязаный галстук. Он специфичный, у него мягкая поверхность. Вы также можете использовать забавную бабочку. Суть в том, чтобы использовать что-то необычное. Хорошо, парни, какое видео смотреть дальше? Как насчет вещей, которые уже пора выбросить из гардероба, потому что они вышли из моды? Если вы носите вещи, которые есть в этом списке, у вас проблемки. Поэтому, господа, смотрите это забавное видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!